добрый вечер дорогие отцы братья сестры матушки детишки сегодня мы с вами продолжаем изучать поучение авдорофея и нам предстоит сегодня изучить поучение 14 которое называется так о создании и совершении душевного дома добродетелей писание упоминает о повивальных бабках которые оставляли в живых детей израильских мужского пола что понеже боякуся бабы бога сотворишь о себе жилище мы все помним этот исторический момент когда фарон приказал чтобы всех детей мужеского пола у евреев убивали но повивальные бабки они боялись бога и не делали этого когда фараон призвал их к ответу почему нарушает его распоряжение то они говорят еврейские женщины такие как египетские они это очень сильные сами рожают мы только приходим уже ребенок родился вот но это не так сказать избегали наказание фараона а по сути по страху божьему они не исполняли такое вот беззаконное веление авдорофея рассуждает ну то есть так как они боялись у бога они сотворили себе дома а о чувствных ли жилища говорится здесь и какой имеет смысл создать себе домы по страху божьему писание говорит здесь не о чувствных жилищах но о доме душевном который созидает себе человек соблюдением божьей заповеди писание научает нас сим что страх божий побуждает душу к хранению заповеди и и посредством заповеди созидается душевный дом как же дом это созидается ну знаете у авдорофея речь довольно образная он берет зачастую примеры из обыденной жизни для того чтобы пояснять духовные моменты жизни как же созидается дом душевный из постройки чувственного дом можно в точности научиться всему делу ибо кто хочет построить такой дом тот должен отовсюду укрепить его из четырех сторон возводить стену они об одной только стороне заботятся другие же оставить внебрежение ну то есть понятна логика то есть по рядам возводится весь периметр дома а не так что сначала одну стену возвел потом другие начинаешь вот он говорит все постепенно все стороны надо возводить потому что иначе не получит никакой пользы но понапрасну утратит все намерение и издержки и труд так бывает относительно души ибо человек желающий создать душевный дом не должен не родить ни об одной стороне своего здания но ровно и согласно возводить он и все это значит сказано а вы иоанном я хочу чтобы человек каждый день приобретал понемногу от всякой добродетели а не так как делают некоторые держась одной добродетели и пребывая в ней только ее одной исполняя а прочих не заботиться может быть что они и по навыку имеют сию добродетель или по естественному свойству и потому не тревожатся вот их противоположная страсть а сверх того они незаметно увлекаются другими страстями и бывают тревоженными ими но не заботиться о них а напротив думать что обладает чем-то великим вот бывает такое на самом деле когда человек ну по природе кроткий вот характер просто такой от родителей достался хороших характер вот и он живя в монастыре примеру он все хорошо я не разложительный как другие ну и все замечательно а при этом человек может быть имеет другие пороки но то что он имеет одно добродетели его успокаивает вот а это непрочно это неправильно таковые подобны человеку который строит одну только стену и возводит ее сколь возможно выше и взирая лишь на высоту этой стены думаю что он совершил нечто великое они знают того что если хотя однажды подует ветер то он повалит ее ибо она стоит одна и не имеет связи с другими стенами при том же никто не может себе устроить защиты из одной стены потому что со всех других сторон она открыта но поступать так неразумно а напротив желающий построить себе дом и сделать себе защиту должен строить его со всех четырех сторон и утверждать отовсюду и объясню вам каким это образом сперва должно быть положено основание то есть вера без веры богу угодить невозможно и потом на этом основании человек должен строить здание равномерно случилось ли послушание он должен положить один камень послушания встретилось ли огорчение от брата должен положить один камень долготерпения представился ли случай к воздержанию должен положить один камень воздержания Так, от всякой добродетели, для которой представляется случай, должно полагать в здание по одному камню. Здесь сказано, что если представляется случай, более строго сказать, конечно, Бог своим промыслом все так устраивает, что нам необходимо где-то и потерпеть, где-то и смириться, где-то помочь кому-то. И если мы будем презирать промысел, те обстоятельства, которые вокруг нас, и у нас своя мысль в голове будет, как жить, и об одной только добродетели беспокоиться, это неправильно, это игнорирование Божьего промысла, который, конечно, мудрее нас. Таким образом, возводить оное со всех сторон, полагая то камень сострадания, то камень отсечения своей воли, то камень кротости и тому подобное. И при всем том, должно позаботиться о терпении и мужестве, ибо они, суть, краеугольные камни. Отцы и братья, не знаю, кто-то из вас видел или нет, что такое краеугольный камень, я когда был в поломстве на святой земле, это реальная вида, не то, что именно где-то в храме, а посты там изгороди, из камней, стена из камней одна идет, вторая. И действительно, во главу угла ставился такой камень, самый большой, на котором этот угол весь и держался. То есть, краеугольный камень – самый лучший камень, его в ряд действительно не положишь, потому что он громадный, а вот для основания угла – самый раз. Это называется краеугольный камень. Ибо они, суть, краеугольные камни, и ими связывается здание, и соединяется стена со стеною, почему они и не наклоняются, и не отделяются одна от другой. Без терпения и мужества никто не может совершить ни одной добродетели, ибо если кто не имеет мужества в душе, тот не будет иметь и терпения. А у кого нет терпения, тот решительно ничего не может совершить. Поэтому и сказано – терпение ваше, стяжите души ваше. Случается тоже видеть, когда человек малодушевствует, случилось какое-то искушение, все из себя выходит. А нам, оказывается, нужно потерпеть. Терпением созидаются наши души. Строящий должен также на каждый камень класть известь еще. Ну, известь, по-нашему, наверное, раствор. Ибо, если он положит камень на камень без извести, то камни выпадут, и дом обрушится. Известь есть смирение, потому что она берется из земли и находится у всех под ногами. А всякая добродетель, совершаемая без смирения, не есть добродетель. А всем сказано и в Отечнике. Как корабль нельзя построить без гвоздей, так и спастись нельзя без смиренно-мудрия. Смиренно-мудрия – это правильная мысль разумного существа о самом себе. Дай Бог нам вот эту мысль приобрести. Итак, каждый должен все, что он не делает доброго, делать со смирением, чтобы смирением сохранить сделанное. Дом должен иметь и так называемые связи. Ну, я так понимаю, это раньше тоже было наподобие арматуры. Которые суть – рассуждение. Оно утверждает строение, соединяет камнем с камнем и связывает стены. А вместе с тем придает дому и большую красоту. Кровля же есть любовь. То есть, на доме добродетеля кровля, крыша – это есть любовь. Которая составляет совершенство добродетели, так же, как и кровля вверх дома. Потом, после кровли, перила кругом ее. Что же значит перила кругом кровли? В законе написано о всем так. Если построите дом и сделаете на нем кровлю, то сделайте около кровли перила, чтобы дети ваши не падали с кровли. Но, опять же, если кто был на Святой Земле, в тех местах, на Востоке, то видели, что кровли зачастую делаются не как у нас с катом, а делаются плоские кровли. И поэтому нередко там вечерами прогуливаются жители этого дома. И для того, чтобы никто не упал, надо делать... Что такое перила в духовном плане? Перила – суть смирения, потому что оно ограждает и охраняет все добродетели. И как каждая добродетель должна быть соединена со смирением, подобно тому, как мы сказали, что над каждым камнем полагается известь, так или совершенству добродетелей нужно смирение. Как еще отцы говорят, любовь возвышает, а смирение не дает упасть. Ибо святые, преуспевая, естественно, приходят в смирение. Как я всегда говорю вам, что чем больше кто приближается к Богу, тем более видит себя грешным. Что же суть детям, которые сказал закон, чтобы они не падали с кровли? Дети – суть помышления, бывающие в душе, которые должны хранить смирение, чтобы они не упали с кровли в здание. Вот дом окончен, имеет связи, имеет кровлю, о которой мы сказали, что она есть совершенству добродетели. Вот и окружающие ее перила. И одним словом, дом готов. Но не нужно ли ему еще что-нибудь? Да мы не упомянули еще об одном. Что же это такое? Чтобы зодче был искусен, ибо если он не искусен, то покривит немного стену, и дом когда-нибудь обрушится. Искусен тот, кто разумно совершает добродетели. Ибо случается, что иной подъемлет труд добродетели, но оттого, что неразумно совершает труд сей, он сам губит его. Или постоянно портит дело и не может окончить его, но строит и разрушает. Кладет один камень и снимает его. Иногда же полагает, один снимает два камня. То есть человек трудится, материал есть. А вот из-за того, что он неразумен, плохо получается. Например, вот пришел один брат и сказал тебе слово, оскорбляющее и огорчающее тебя. Если ты смолчишь и поклонишься ему, то ты положил один камень. Потом ты идешь и говоришь другому брату. И видите, сначала разумно поступил, поклонился, принялся в смирение. Но потом неразумие какое начинает этим хвалиться. Говоришь брату, такой-то мне досадил и сказал мне то-то и то-то. А я не только смолчал, но и поклонился ему. Вот фраза, вроде бы ничего такого примечательного. На самом деле здесь похвальба и здесь превозношение. То есть человек хвалится. Вот он мне нагрубил, а я и поклонился, и все. И этим человек похвалился. Вот, ты один камень положил и два камня снял. Опять, иной поклонится, желая тем заслужить похвалу. И в нем оказывается смирение, смешанность с тщеславием. Те, значит, положить камень и снять его. То есть, а во втором случае, когда нам кто-то досадил, а мы поклонились ему, но с мыслью, что нас за это похвалит. Даже сам он. То есть перед ним хотя бы под тщеславиться. Это тоже неправильно. Положил камень и снял его. Потерял весь труд от этой добродетели. А кто разумно делает поклон, тот твердо уверен, что он согрешил. И вполне убежден, что он сам виноват. Вот это значит разумно сделать поклон. То есть, когда нас кто-то оскорбляет, досаждает нам, то нужно смириться перед ним с искренним осознанием, что мы достойны такого отношения к нам. Вот это разумно. А если мы смиримся, чтобы похвалиться перед этим самим человеком, показаться, или чтобы похвалиться перед другими потом, это неразумно. Так не созидается дом. Следующий пример. Другой хранит молчание, но неразумно. Ибо он думает, что совершает добродетель, между тем, как вовсе не совершает ее. А разумно молчащий думает, что он не достоин говорить, как сказали отцы, и это и есть разумное молчание. Представляете? Если молчит и думает, вот я молчу, я так хорошо поступаю, это уже неправильно, неразумно. Трудится, тут же разрушает. А если он хранит молчание, поскольку у него осознание, что он не достоин беседовать, вот это разумно. Представляете, высота какая. Опять иной не считает себя лучше других и думает, что он делает нечто великое, и что он смиряется, но не знает, что он ничего не имеет, потому что неразумно действует. То есть, понимаете, человек реально смиряется, но о себе об этом мыслит. Вот я смиряюсь, я молодец. Это уже неправильно, неразумно. А кто разумно не считает себя лучше других, тот думает, что он ничто, и что он не достоин быть в числе людей, как говорил о себе Ава Моисей. Представляете, какая мысль должна у нас быть, что мы недостойные человеческого общества по своей грековности. Вот просто так. И здесь приводится в пример Ава Моисей Бурин. Ну, то есть, он из негров был, эфиоп, очень черный, сам по себе был. И он был еще разбойником. Очень крепким, таким сильным. Многих обижал, грабил. А потом, когда Господь положил ему на сердце покаяние, своей благодатью Господь склонил его на другое житие, он пришел в монастырь. Те его не принимали, потому что, говорит, какая-то троянский конь какой-то. Сейчас его запусти, главаря этого, и за ним зайдут другие. Но приняли кое-как на покаяние. Он нес подвиги. И знаете, у него случилось, как у Марии Египетской. То есть, дьявол очень сильно не хотел его отпускать из своих когтей. И наводил на него очень сильную плотскую брань. Очень сильную. И он приходил к своему наставнику, к Авиасидору, и говорит, вот я испытываю непреодолимую брань. Тогда Авиасидор говорит, надо тебе поститься очень хорошо. Тот стал поститься. Приходит, все равно говорит, не могу. Хорошо, бдение надо тебе. Тот стал каждую ночь бдение совершать, не спал, все равно не может. Пришел к Авиасидору, говорит, все равно не получается. И тогда Авиасидор за него помолился и говорит, с этого момента не будете об раме беспокоить. И видите, удивительно, да, хотя говорится, что молитвы постом изгоняются, но Господь не даровал ему исцеления от его подвигов, хотя подвиги у него серьезные по богословению. И Авиасидор говорит, чтобы ты знал, что Господь тебя освободил от брани не по твоим подвигам, а по молитве других людей. И Ава Моисей, потом уже, когда чистоту получил, он всегда говорил, что меня Бог избавил молитвами Исидора. И себе уже не приписывал эту чистоту, хотя был великим молитвенником. В 60 лет его рука положили в священника, только по особому откровению Божьему. Хотя он был разбойник, по канонам не положено, но там было откровение нескольким святым мужам. И епископ, тоже святой жизненный человек, пришел. Но тоже сначала устроил ему испытание. Сначала в дьякону рука положил, а потом посмотрел на него. Ава Моисей в белом стихаре стоит. Епископ говорит, Ава Моисей, ты весь белый стал. А тот говорит, ну что значит белый? Не одежда же делает человека светлым. И потом епископ решил его еще испытать перед тем, как рукополагать сан священника. И сказал своим клирикам, когда зайдет Ава Моисей в алтарь, а представляете, ему больше 40 лет был уже, почтенный старец такой уважаемый, выгоните его из алтаря, потом идите за ним, послушайте, что он будет говорить. И он заходит с благоговением в алтарь. А те выгнали, куда ты зашел, черный? Его прям позвали так, негр черный, иди отсюда. Выгнали его. И слушает. А он говорит, и правда чернокожей, ты не человек, зачем же ты являешься между людьми? Еще и во святая святых зашел. Вот он сам себя так смирял. И когда уже сказали епископу об этих словах, то он говорит, зовите, будем рукополагать. Он достойный этого сана. Вот это для нас пример, какое мы должны иметь помышление. Помните, недавно мы еще проходили, как Златоуст, святитель Ян Златоуст, когда его поставили, рукоположили в епископа, он плакал, говорит, Господи, чем согрешила эта епархия, чтобы меня сюда поставили епископа. То есть, что он не достоин всякого звания. Вот это святые, так думали, которые мы молимся, на молебнах, на службах. Ну, вот подражать им тоже нужно стараться. Опять, иной служит больному. Но служит для того, чтобы иметь награду. Это также неразумно. И потому, если с ним случится что-либо скорбное, то это легко удаляет его от всего доброго дела. И он не достигает конца его, потому что делает он ее неразумным. А разумнослужащий служит для того, чтобы приобрести милостивое сердце, чтобы приобрести чувство сострадания. Ибо кто имеет такую цель, тот, что бы ни случилось с ним, скорбь ли извне, или сам больной малодушествует против него, он без смущения переносит все это, взирая на свою цель и зная, что более, вот мысль какая, больной благотворит ему, нежели он больному. И действительно, случается нередко так, что когда ухаживаешь за больным человеком, тот иногда капризничает и срывается на своего благодетеля. Это Господь попускает для того, чтобы человек делал доброе дело только ради Христа, ради добродетеля, ради этого больного. Но не с целью, чтобы больной к нему хорошо относился, или тем более, что другие про него что-то хорошее говорили. Поверьте, что кто разумно служит больным, тот освобождается и от страстей, и от браний. Я знаю брата, который терпел брань от нечистых помыслов и освободился от нее тем, что разумно служил больному, страдавшему водяной болезнью. Так же, если кто постится или под тщеславию, или думая о себе, что он совершает добродетель, таковой поститься неразумно и потому начинает после укорять брата своего, почитая себя чем-то великим. И оказывается, что он не только положил один камень и снял два, но и находится в опасности разрушить всю стену через осуждение ближнего. А кто разумно постится, тот не думает, что он совершает добродетель и не хочет, чтобы его хвалили как постник, но думает, что через воздержание приобретет целомудрие, а посредством сего придет смирение, как говорят отцы. путь к смирению суть труды телесные, совершаемые разумно и прочее. Итак, желающий с Божьей помощью достигнуть такого благого устроения не должен говорить, что добродетели велики, и он не может достигнуть их, ибо кто так говорит, тот и не уповает на помощь Божьей, или ленится посвятить себя чему-либо доброму. Вспоминается притча такая, старец один или отец послал сына работать в поле. Тот пришел, посмотрел на это поле, в уныние впал и лег спать. И так несколько раз сходил, потом его наставник или отец приходит, говорит, а что ж ты ничего не сделал? Это поле такое большое, у меня нет сил. и тот наставник говорит, ну смотри, вот ты лежал здесь, видно, траву помял, если ты каждый день хотя бы столько работал, сколько твое дело занимает, уже бы сделал половину. Действительно, как говорится, глаза боятся, руки делают. Или человек на себя уповает, или ленится, и поэтому не хочет. А когда дают задание, казалось бы, оно действительно неисполнимое, но надо призвать молитвы того человека, который нам дал это задание, Господи, молитвами Отца моего духовного, помоги мне и начинать Божья помощь. А потом бывает так, что Господь посылает помощников, и это дело действительно спорится. Так Писание говорит, возлюбивший ближнего своего, яко сам себе. Не обращай внимания, что далеко ты остаешься от всей добродетели, чтобы не начать ужасаться и говорить, как могу я возлюбить ближнего, как самого себя. Могу ли заботиться о его скорбях, как о своих собственных, и особенно о сокрытых в сердце его, которых не вижу и не знаю подобно своим. Не увлекайся такими размышлениями и не думай, «Чтобы добродетель превышала твои силы и была неудобно исполнима. Но положи только начало с верою в Бога. Покажи ему твое произволение и старание, и увидишь помощь, которую он подаст тебе для совершения добродетеля». Ну, тут только про добродетелей говорится. На самом деле и задания какие-то нам дают и, казалось бы, невозможно сделать, но надо приступать по благословению и Господь подаст свою помощь. Не думай и не говори, как могу я возлететь от земли и очутиться вдруг на высоте неба, то есть наверху лестницы. Это невозможно, да и Бог не требует всего от тебя. Но берегись, по крайней мере, чтобы не сойти вниз, не делай зла ближнему, не горчай его, не клевещи, не засловь, не унижай, не укоряй, и таким образом начнешь после мало-помалу и добро делать брату своему, утешая его словами, сострадая ему или давая ему то, в чем он нуждается, и так, поднимаясь с одной ступени на другую, достигнешь с помощью Божия и вверх лестницы. В Евангелии сказано «Просите и дастся вам, ищите и обряжьте, толците и отверзится вам, сказано «Просите для того, чтобы мы призывали его в молитве, а ищите, значит, чтобы мы испытывали, каким образом приходит сама добродетель, что еще ее приносит, что мы должны делать для приобретения ее, так всегда испытывать, и значит, ищите и обряжьте, толците, значит, исполнять западе, ибо каждый подплакает, подплакает руками, а руки означают деятельность». Вот смотрите, фраза перед нами евангельская, Господь сказал, «Просите и дастся вам», то есть, уповать на Божью помощь. Дальше, «Ищите и обряжьте». Ищите, надо размышлять, как же нам исполнить этот добродетель. Вот, оттолкать, значит, делать то, что от нас зависит, то, что мы можем, надо делать, а не так просто. Ну, я молюсь, если Бог поможет, то, что сейчас в наших силах, вот, надо своими руками тоже все делать, своей головой. Дальше интересная мысль. Что значит сказанное апостолом? «Воля Божия благая и угодная и совершенная. Все бывающие бывают или по благоволению Божьим, или попустительны, как сказано у пророка. Аз, Господь, Бог, устроивай свет и сотворивай тьму». И еще. «Или будет зло в ограде, ежи Господь не сотвори». Ну, то есть, зло имеется в виду какое-то попущение Божие. Вот, и Господь говорит, даже если что случилось и такое, это было по попущению Бога. То есть, это, священники все должны знать, потому что люди нередко задают вопрос, как так, почему так случилось, разве Бог хотел этого. Есть воля Божия по благоволению, Бог желает, чтобы мы были здоровы, чтобы мы были счастливы во всех отношениях, вот, имели достаток. но при этом Бог попускает, что у нас что-то случается, болезнь или еще что-то, вот, потому что, ну, наше душевное состояние, как бы, ходатайствует о том, чтобы нам немножко что-то претерпеть. Вот, ну, здесь говорится о авиадорофея, да, бывает, Бог что-то попускает, но неправильно желать в этом попущении принимать активное участие. Ну, скажем, Бог попустил, что в городе случился пожар, но брать спички, поджигать, и потом говорить, что это Бог попустил, это неправильно. А в воле Божьей то, что по благоволению, нужно стараться принимать участие. Бог благоволит, чтобы люди все спасались, чтобы они узнали веру во Христа, научались добродетели, и принимать в этом активное участие, это, конечно, хорошо, похвально и спасительно. Вот. Что Бог желает? Хочет Бог, чтобы мы желали воли Его, благой, бывающий, как я сказал, по благоволению, то есть всего того, что делается по Его заповеди. Это Бог желает. Вот. Что же значит благоугодная воля Божья? Не всякий, делающий что-либо благое, делает это благоугодно Богу. И скажу, как это бывает. Вот пример какой. Случается, что кто-нибудь находит сироту убогую и красивую собою. Она нравится ему по красоте своей, и он берет ее, воспитывает, как сироту убогую, но вместе с тем и как красивую собою. Вот это и воля Божия, благая, но не благоугодная. А благоугодная та, когда кто делает милость не по какому-либо побуждению человеческому, но ради самого добра, из одного сострадания, это благоугодно Богу. То есть, видите, к хорошему делу он примешивает всегда что-то нечистое, и надо стараться, чтобы этого не было, нечистого такого. Совершенная же воля Божия есть та, когда кто творит милость не со скупостью, не с леностью, не с понуждением уже, но всею силу и всем произволением подавая так, как будто бы принимал сам, и так благодетельствуя, как будто бы сам принимал благодеяние. Тогда исполняется совершенная воля Божия. Так исполняет человек волю Божию, как говорит апостол, благую и угодную и совершенную. Итак, но должно знать и самое благо милостыня. То есть, что бывает от милостыня? Самой благодатию. Она столь велика, что может прощать грехи, как говорит пророк, избавление мужа души свое, ему богатство. И опять в другом месте. Грехи твоя милостынями искупили. Будете оба милосердны, якоже отец ваш милосерд есть. Этот добродетель особенно подражает Богу и уподобляет ему человека. Иной подает милостыням другое другое подает ее для того, чтобы прославиться, и Бог прославляет его. Ибо Бог не отвергает никого, но каждому подает то, чего он желает, если только это не вредит душе его. Но все сии уже получили награду свою, и Бог ничего не должен им, потому что они ничего не искали себе у него. И цель, которая была у них ввиду, не имела отношения к их душевной пользе. Ты сделал это для того, чтобы благословилось поле твое, и Бог благословил. То есть это все земные цели получаются. Иной подает милостыню, для того, чтобы избавиться от будущего мучения. Это уже выше. Этот подает ее для пользы души своей. Этот подает ради Бога. Однако же, и он не таков, как хочет Бог. Даже это еще низкая планка. Ибо он еще находится в состоянии раба. Раб недобровольно исполняет волю Господина своего, но боясь быть наказанным. Так же Исей подает милостынь для того, чтобы избавиться от мучения, и Бог избавляет его от он. Другой подает милостынь для того, чтобы получить награду сей выше первого, но этот не таков, каков хочет Бог, ибо он еще находится в состоянии, не находится в состоянии сына, но как наемник исполняет волю Господина своего, чтобы получить от него плату и прибыль. так же Исей подает милостынь для того, чтобы приобрести и получить награду от Бога. Это мы с вами уже проходили три вида спасающихся. Состояние раба, состояние наемника, состояние сына. Но святые также говорят, что внезапно оказаться на ступени сына тоже невозможно. И то, что человек желает сначала избежать мучений, это тоже уже неплохо. Это ступени. А потом, когда воздерживается от грехов посредством страха мучения, он постепенно уже ожидает от Бога себе награды. И только потом уже входит в любовь к сыновью. Сын исполняет волю отца не из страха и не потому, что хочет получить от него награду, но желая угодить ему, почтить и успокоить его. Так и мы должны подавать милосты ради самого добра. Некто может сказать, я нечего подавать милосты ибо если ты не можешь дать столько, сколько он и богачи, влагавшие дары свои в сокровенницу, то дай две лепты, подобно он и убогой вдовицы. И Бог примет это от тебя лучше, чем дары он их богатых. Если же и словом не можешь помочь брату, то можешь, когда горчится на тебя брат твой, оказать ему милость и потерпеть ему во время его смущения, видя его искушаемым от общего врага. И вместо того, чтобы сказать ему одно слово и тем более смутить его, ты можешь промолчать. Вот это называют духовной милостынью, когда мы что-то потерпим от нашего брата, простим ему от сердца, позаботимся, помолимся о нем. Это милостыня выше, чем материальная милость. всем сможешь оказать ему милость, избавляя души его от врага. Можешь также, когда согрешит перед тобой брат твой, помиловать его и просить ему грех, чтобы и ты получил прощение от Бога, ибо сказано отпущайте и отпустят вам. И таким образом никто не может сказать, что я не могу милости совершать, если не имею что-то материального. Видите, какие можно милости совершать, не имея ничего буквально. Пусть только каждый постарается то добро, которое он делает, делать разумно, как мы упоминали выше, относительно каждого добродетеля, ибо мы сказали, что кто он совершает разумно, тот искусный художник, в прошлом созидающий свой дом. На всем Евангелие говорит, что мудро созидает храмину свою на камне, и никакое противодействие не может поколебать его. Бог человеколюбец доподаст нам слышать и исполнять то, что мы слышим, чтобы слова сии не послужили нам на осуждение в день суда, ибо ему подобает слава во веки. Аминь. Вот 14 поучение. видите, как высоко оказывается, надо нам жить, но хоть мы и не можем пока так жить, но знать это должны для того, чтобы стремиться. И если не получается, то в этом приносить покаяние. И тогда у нас будет желание почаще исповедоваться, получше к исповеди готовиться, и тогда и от нас будет больше поздно в церкви. Благодарю за внимание, отцы, братья, сестры. Можно запись выключать.